Девушки отдыхают 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 невозможны, потому что сегодня они дружат, потом они друг друга обсуждают, потом они друг другу завидуют, потом они что-нибудь делят, кто красивее, кто умнее. Наблюдая вот эту вот нелогичность поступков, мужчины относятся к этой дружбе с недоверием. Но вместе с этим надо понимать, что, конечно же, женщина не может без общения с подругой. Мы провели опрос, в котором попросили зрителей мужчин рассказать, как, по их мнению, влияет женская дружба и подруги вообще на их отношения с любимой. Мы в результате получили три самых наболевших момента, которые сегодня и будем обсуждать. И вот первый из них – авторитет. Это ситуация, когда подруга является большим авторитетом для женщины, чем ее муж или партнер. Это очень распространенная проблема, она у нас проиллюстрирована, это просто знак предупреждения о том, что авторитет подруги, он очень часто может сыграть антироль в благополучии женщины. У меня была абсурдная ситуация. Знайомый, я встречался с девочиной, все было классно, все нормально. И тут она завагитнила. И вот она, не подучи до него запитаться, пошла до подружки. Вот что мне делать, как мне быть, делать мне аборт, не делать аборт. И вот получилось, так как бы человек тут, ну, хлопец, и какие они жили разом, вообще тут не при дела. То есть это не твои проблемы, это мои проблемы. У меня был такой опыт, когда я звоню своей подруге, она идет с женской консультацией и говорит мне, Наташа, я беременна, и я буду делать аборт. Я говорю, подожди, успокойся, давай встретимся в кафе. Вот я действительно была первым человеком, который спонтанно об этом узнал. Это означает, что ты слишком авторитетная подруга? Нет, я ей сама позвонила. И когда она мне назвала причины, почему она его хочет делать, я поняла, что это просто неадекватная эмоциональная реакция. Я ее успокоила, и в итоге вот уже ребенку, 7 лет, соватье, господи, все у них хорошо. Все-таки ребенок – это долгосрочная перспектива. Возможно, девушка не рассматривала данного партнера как долгосрочную перспективу. Я тебе благодарна, Ром, за эту точку зрения, чтобы у нас не получилось так, что опять – это подруга во всем виновата. Вот муж идеал, а вот этот Нинка опять взяла и все испортила. Например, как бы мне моя наречена сказала, что она вагитна. Або я дизнався от кого-то, если я очень люблю эту людину, то у меня никакой подруги не будет на заводе. Знаете, тут вопрос, наверное, в том, как она отреагирует на советы или слова своей подруги. Если она посчитает, что это истина в последней инстанции, то зачем тогда было беременеть от мужчины? Нужно было попробовать от подруги это сделать. Студивно и за малую опросу. Совершенно верно. У меня была ситуация с одной моей девушкой, связанной именно с тем, что авторитет подруги в ее глазах был выше, чем мой авторитет. Она должна была познакомиться с моими родителями и хотела сделать маме какой-то подарок. Я это свою маму знаю. Я дал свою рекомендацию, что лучше подарить какой-то либо шарф, либо красивый палантин. Ей это точно понравится. Но она послушала подругу, которая порекомендовала подарить маме массажер от целлюлита. Как вообще можно женщине дарить подарок, который намекает как-либо на ее недостатки, я не понимаю. Но, тем не менее, авторитет подруги сыграл свою роковую роль в этих отношениях. Ну, наверное, все-таки в каких-то вопросах подруга может быть более авторитетна, чем любимый или муж? Костя, как ты думаешь? И что это тогда за сфера жизни? Ну, безумовно, в первую очередь, подруга может больше понимать, ну, в так называемых абсолютно женочей царинь. Это и есть она. Можливо, подруга больше знает, если у нее есть свои дети, как доглядаться за дитиною, как на кухне. Так, купа таких вопросов. Главное, чтобы это не втручалось в семейные отношения. Там, где человек может, даже силой своего характера, волей сказать «стоп, тут уже моя территория, и хай подружка остается где-то там далеко». Я в этом очень категоричный и непримиренный. Вот так. Я подумал еще об одном подводном камне в отношениях с подругой. Происходит ссора между парой. Девушка расстроенная идет к лучшей подруге. Маша, он там такой нехороший. Маша ее успокаивает. Какими словами? Я тебе всегда говорила, что он мудак. Вот, он тебя не достоин. Это да, да, да. И она это все впитывает. Причем подруга вроде бы не имела никакого негативного умысла. У нее была задача успокоить подругу, пожалеть ее. Но в итоге она только усугубила ситуацию. А скажи, Наташа, вот подруги это делают специально? Или мы, женщины, сочувствуем с большей охотой, чем радуемся? Там, ой, какие у вас отношения хорошие? Это потому что мы завидуем? Я уверена в том, что есть и тот, и тот фактор. В какой-то ситуации это неграмотная психологическая помощь человека без образования. То есть подруги-то они часто сами не могут свою личную жизнь устроить. Потому что только более-менее свободная женщина может так много времени проводить с другой женщиной. И вторая причина, да, это может быть зависть. Но что бы я хотела порекомендовать для женщин, у которых очень близкие отношения с подругой? И авторитет выше, чем у любимого. Первое. Никогда не стоит обращаться к мужу с фразами, что Катя мне посоветовала. По мнению Маши нужно сделать вот так. А Ирочка сказала, что на шторы там не того цвета и гвоздь не в том месте прибил. Когда в открытую женщина апеллирует к авторитету подруги, у мужчины это будет вызывать негодование. Даже если эта подруга не нарушает никакие границы. Костя прям весь, прям, сплайпенулся. Реакция одна. За Машу замуж и выходи. Да, да, да. Совершенно верно. То есть для мужчины это просто оскорбительно, когда его мнение ставят ниже, чем мнение подруги. Поэтому женщина должна в присутствии других людей подчеркивать, что вот мне муж посоветовал или мы с ним решили. Ну, в общем, подчеркивает то, что его мнение для нее имеет большое значение. Это всегда будет вызывать у мужчины доверие, он будет удовлетворен. И тогда не будет таких трений в решении вопросов и в теме общения с другими подругами. Три проблемы, которые, по мнению мужчин, могут просто на отношениях поставить крест. И вот вторая проблема. Приоритет. Это значит, что многие мужчины считают, что существует приоритет интересов подруги над интересами отношений, любви и семьи. Это касается как времяпровождения, так и участия подруги в семейной жизни или в отношениях. Вот у меня брат двоюродный. Когда он одружился, уже лет 10 тому, то мне удивительно за ним было спостерегать, потому что она может поехать в отпуск с подругами. Брат дома работает, а она поехала на море. И это все прекратилось, когда появилась дитина. Всему свое время, да? Можливо, до этого нужно дозриться. Мне, кстати, была аналогичная ситуация, когда девушка начала мылиться с подругами на курорт. А я знаю, чем девушки в женской компании на курортах занимаются. Да, конечно. Там ситуация... Ты посмотри. Нет, вы понимаете? Мы загораем и занимаемся спортом. Все включено. Да. Но при этом перспектива того, что я поеду вместе с ней, даже не рассматривалась. И как-то на этом отношения наши, в принципе, и закончились. То есть тебя это очень сильно обидело, да? Ну, самое главное, что нужно понимать, что любой мужчина, конечно, хочет вне от своей женщины. Конечно, для мужчины будет оскорбительно, что предпочитают отдых с подругами, вместо того, чтобы общаться с ним. Если мужчину постоянно раздражает какая-то подруга жены, ни один мужчина не станет этого терпеть. У меня даже был такой случай, когда мой папа запретил категорически маме общаться с одной из ее подруг. Он сказал, Люда, она когда заходит во двор, собака срывается с цепи. Она не хорошая человек. Так, была такая у меня ситуация в жизни. Есть такая рыба, называется «прилипала». Но это не про рыбу, это про подружку. Это была подружка, которая могла в любой момент прийти в гости, открыть холодильник, взять мои любимые колбаски. Ну, то есть она была, как у себя дома. Ну, это еще полбеды. Если даже мы шли гулять, постоянно, где вы, что вы, сейчас я приеду. Ну, это опять же, ну, не будет так. Но когда уже началось, что у нее дома, то полка упала, цвяк треба забить, шторы поправить. Это уже дошло до тех рамок, что я просто-напросто так культурно подрузкам сказал, что будьте здоровы. У меня своя хата, у вас своя хата, давайте это все разделим. Потому что это уже становилось невинусимым. Ну, суть этой проблемы состоит в том, что есть такие женщины в позиции жертвы, плакальщицы, жалобщицы. Все у них в жизни не так. А пожалеть мы любим больше, чем кем-то восторгаться, да? И как бы женщина, которая уже находится в законном браке, она с таким неким преимуществом социальным, что у меня-то все хорошо, а вот у человека плохо, нужно его поддержать. Я бы даже не назвала это какой-то полноценной дружбой, потому что отношения, они построены на брать и давать. А жалобщицы – это те женщины, которые только брать настроены. Вампиры. Да, это фактически вампиры. Что необходимо делать, если такая ситуация происходит? Во-первых, подруга должна, прежде чем приходить, предупреждать о своем приходе. И эти приходы должны быть не чаще, чем раз в неделю. Потому что есть понятие поведения женщины до брака, и поведения женщины, у которой есть семья. И в этой семье есть интересы других людей, которые могут не совпадать с приходами этих женщин. Вообще желательно встречаться с такими подругами на нейтральной территории. То есть минимизировать их приходы в дом, в особенности, если это не нравится мужчине. И еще один важный аспект – это ни в коем случае не подключать мужа к решению проблем этой подруги. Дело в том, что тем, что подруга просит о помощи мужчину из семьи, этим она просто навеки ставит крест на своей собственной личной жизни. Потому что если бы ей муж подруге не помогал, она была бы вынуждена обращаться за помощью к каким-то другим, более свободным мужчинам. Правильно? Еще хотел бы добавить, что очень часто мужчины за своим великодушием стесняются формулировать вот эти правила о том, что, дорогая, замечательно, у тебя много подруг, все веселые, все хохотушки, но давайте вы где-то в кафе будете тусить, а домой ты будешь приходить одна. Нужно иметь определенную смелость проговаривать некоторые правила. Это в целом вообще проблема построения отношений. Плюс у женщин, у которых есть партнер, любимый или муж, большое преимущество. Они же могут сказать подруге, мой вот такое ввел правило. Даже не нужно портить отношения с подругой лично. Вали все на мужчину. И мне кажется, мужчина даже будет не против этой ситуации. Правильно? Потому что таким образом жена же подчеркнет, кто глава семьи. Безумовно. Золотые правила, если вы не нарушаете еще одного табу. Мужчин просто в бешенство приводит эта особенность женской дружбы. Когда ваша жена рассказывает подруге о семейных проблемах и интимных подробностях вашей личной жизни. Я даже сама разволновалась. Да-да. Я же сказал на початку, что слава богу, мне особисто это не торкнуло. Но был пример в наших семейных отношениях. От початка эта подруга была моей подругой. Мы вместе учились студентством. И потом она уже стала поступово подругой моего света. Она очень веселая, танцует, спевает. Ну, короче... Приходите, танцуй. Компанейская такая девушка. Но что нас начало насторожить? Что она приходит и рассказывает все, что происходит в ней дома с мужем. Грошей мало. Однокомнатная квартира. Про интимные какие-то нюансы рассказывает. Ну, сразу это интересно, как Санта-Барбара. Пришла эта подружка, значит, мы черговую серию. Но потом это стало нам так аж противно. Закончилось чем? Той человек ее все-таки кинув. Потому что, очевидно, такие разговоры точились не только в нашей семье. Кто-то и рассказывал. Они разлучились. И таких человеков эта подруга поменяла уже не одного и не трех даже. Но мы теперь не общаемся. И правильно? Ну, конечно. Это тот аспект, который многие женщины не задумываются. Что мужчину, даже если она не будет унизительно о нем говорить, сам факт, что выносится ссор из избы, будет унижаться. Потому что для мужчины важно, что его дом, его крепость. И он доверил женщине это пространство. И, конечно, когда за пределы семьи выходят какие-то очень интимные вещи, то это трагедия. А вот как правильно поступать? Потому что иногда, конечно, женщина чем-то делится. Но часто бывает такое, что ну, рассказывай, что там вчера было. А не расскажешь, значит, ты мне не подруга. Да, ты мне не подруга. И все. Вот как отвечать на такие запросы от подруг? Надо выбирать окружение. Потому что у меня когда-то был случай, мы с коллегами, с девушками сели на обеденном перерыве пить кофе. И когда они стали рассказывать про то, какие у них плохие сексуальные отношения с мужчинами в подробностях, а у меня как-то было все хорошо. И тут доходит до меня круг. И я понимаю, что даже если у меня все хорошо, я обязана сказать, что у меня все плохо, потому что меня из этой стаи просто выживут. Для меня, во-первых, была дикость обсуждать это в таких подробностях. Во-вторых, этот разговор, он не привел ни к каким конкретным решениям. То есть никто-то ведь не нашел ответ, что делать дальше. Так а что ты сделал? Что ты сказал? Доходит до себя кругом? Да, меня нашла какой-то повод уйти, потому что мне было это неприятно. И самое страшное, что одна из этих историй в коллективе из 64-х женщин была известна абсолютно всем. И об этом узнал муж. И они разошлись из-за этого. Вот последствия. Но мы, Игорь, когда-то обсуждали, что в селах это еще более распространено. Там буквально все про всех знают. И женщины, прежде всего, разносят эти слухи. Это первый крок до битья. Ну, я имею в виду, первый крок до скандала. Я ману вас, я уже сказал без грубо. Вот. Потому что, по-перше, даже может быть в семье все классно, но, ну, нужно прибедниться. Ну, село это и есть село. В одном конце сказали, он заболел, а в другом конце он уже умер. Ну, пока дешевле. И испорченный телефон. И 90% это приводит до разлучений. Потому что, если это доходит до человека, даже у него есть какие-то проблемы. Но это их семейные проблемы. Их надо выреживать вот тут, на месте, как сказала Наташа, в нашей крепости. Какие рекомендации стоит соблюдать, для того, чтобы не заканчивались конфликтами вот эти истории обсуждения. Очень часто, когда женщина рассказывает про проблемы в семье, на самом деле это может быть ситуативно. То есть, потом проходит какое-то время, уже она забыла про то, что она это рассказывала. А имидж про эту семью сохраняется. Для любого человека это унизительно. Поэтому вообще ничего не говорить о проблемах в семье? Ну, во-первых, в эмоциональном состоянии никогда не говорить, потому что женщина преувеличивает. И я всегда говорю, нужно обсуждать проблемы с теми людьми, которые реально могут помочь их решить. А кто может помочь решить? Специалисты. А у специалистов есть принципы конфиденциальности, да, врачей, сексологов, психологов и тому подобное. Затем еще очень важный момент. Наоборот, про мужчину нужно говорить хорошо. Сохранять его авторитет в глазах других людей. Я не говорю преувеличивать. Но мы иногда забываем о том, что про негативные вещи человек склонен рассказывать в 20 раз больше, чем про позитивные. Кстати, у меня даже был такой случай, когда моя подруга, у нее были такие не очень благополучные отношения с мужем, но она всегда старалась о нем сказать как-то лояльно, толерантно, без каких-то негативных подробностей. А все остальные садились в круг, рассказывали, как у всех все плохо. Хотя в действительности все было наоборот. Ну и как результат, тем, что она рассказывала про него хорошо, какую-то такую создала атмосферу, у них действительно отношения выровнялись. Те, которые рассказывали, что все плохо, как результат, у них очень проблемные отношения стали. То есть все-таки получается, что вообще не рассказывать невозможно, если ты женщина? Ну невозможно реально. Даже мужчины делятся иногда друг с другом какими-то интимными подробностями. Правда, у мужчин четкая граница. Если это девушка для непродолжительных отношений, то там все на старе. Да, да, да. Если это жена, то там, как правило, закрыто 99,9%. Либо наоборот, мне кажется, мужчина даже приукрасит. Потому что его это ведь унижает, что у меня жена, какие-то у меня с ней проблемы. Кстати, есть еще такой нюанс. Женщина может однажды в эмоциональном порыве поделиться со своей подругой и больше этого не делать никогда. Но подруга мужу или намекнет, или пошутит по этому поводу. Да, вот здравствуй, крепыш. И у него сложится впечатление, что она все и всегда рассказывает подруге. Пойди потом докажи обратное. Да. Сразу же недоверие, а это главная проблема. Ну, с результатами нашего заседания, я зрозумев, что для того, чтобы не было проблем у родины, если подруга слишком язык, нагло, пошлик, позбивайтесь такой подруги. Мне кажется, что это в силах нормального человека. Это сделать. Если вы хотите сохранить семью. Я, в принципе, счастлива людина. Потому что нет жены, нет ее подруг. О, бачу, это, конечно, жар. Подожди, мы над этим работаем. Я зрозумев. Ты же жених на видене. Так, ну, в принципе, моя думка, я могу поддерживать костю. Я хочу добавить, что самое главное, чтобы она меньше лезла в семью, не хочет поговорить. Краще поговорить в кафе на нейтральные темы. И самое главное, чтобы подруга была действительно настоящая подруга. Я хотел бы все-таки выступить, наверное, в защиту подруг, потому что все на них накинулись. Так мы доведем до того, что женщине вообще лучше подруг не иметь. Одиноко слоняться, искать своего мужчину. Подруга женщине нужна, потому что к психологу, к сексологу идут, когда уже проблемы серьезные. Проблемы более мелкого уровня можно решить с подругой. Чаще нужно не объективный совет. Чаще хочется выговориться. И это уже вопрос к женщине, насколько адекватно она выбрала подругу. Но и от мужчин многое зависит. И вот еще один завидный холостяк. Да, девочки? Наташ, ну все-таки, ну не может женщина без подруг? Или надо себя приучить к тому, что можно без подруг? Ты знаешь, Надя, я всегда говорю о таком принципе, который я сама соблюдаю по жизни. Что если вы уже идете за советом к какому-то человеку, то этот человек в этой сфере должен быть успешен хотя бы 5 лет. Если у этой подруги жизнь семейная сложилась хорошо, тогда с ней можно советоваться. Если она одинокая, несчастная женщина, ну это не лучший советчик и не лучший хранитель тайн. Огромное спасибо, что помогли разобраться в этой деликатной теме. Давайте встретимся завтра. И все будет добра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова